В мае 72-го Ричард Никсон наносит первый официальный визит президента США в Советский Союз. К этому времени Запад – часть нашего образа жизни. Восклицание «нам хоть селедку, крупу к празднику подбрасывают, а каково жить людям в странах капитала» сменяется на «капитализм, конечно, загнивает, зато пахнет хорошо». Зарубежные корреспонденты рассказывают, как текут мутные воды Сены, или Рейна, или Темзы, нужно подчеркнуть, про антинародный курс правящего кабинета Тори и «Леон – город ткачей», про то, как мир слышит призыв Москвы, отклики на очередные мирные инициативы, и про то, как в третий раз жители городка Джузеппини избирают своим мэром коммуниста товарища Джузеппе. Передний рубеж антиимпериалистической борьбы советских международников – ограда Белого дома в Вашингтоне. Американский президент хуже дебоширов, несунов, тунеядцев и алкоголиков. Он – главный советский недостаток. Он покровитель реваншистов ФРГ и израильских агрессоров, расистов Юга и пентагоновских ястребов. Он заложник военно-промышленного комплекса с его непомерными аппетитами и правых сенаторов-конгрессменов с их пещерным антикоммунизмом. Его критикуют все наши газеты, но не могут снять с работы. Перед визитом Никсона антиамериканская пропаганда разом смолкла. По тому, как принимали и как визит подавался, становилось ясно – главный гад – он и главный гость. На аэродроме среди встречающих представители трудящихся Москвы. СССР догнал США по числу ядерных боеголовок и ядерное превосходство сменилось концепцией оборонной достаточности. В Москве подписали документ об основах взаимоотношений между СССР и США, договор по противоракетной обороне, соглашение ОСВ-1 и о сотрудничестве в области медицины, науки и техники, охраны окружающей среды и космоса. Когда вернувшийся из Москвы Никсон войдет в зал Капитолия, конгрессмены встретят его аплодисментами. Никсон был смелым политиком, внешнеполитическим гигантом. Почти что впервые в американской истории он стал играть сложную геополитическую игру. Построив параллельные отношения с Москвой и Пекином, он получил возможность давить Пекином на Москву, а Москвой на Пекин. Москва и Пекин в то время договориться не могли. Но одновременно Никсон заложил основы разрядки. Заложил основы процесса ограничения вооружений. Уменьшился страх перед войной. Некоторые результаты этого процесса ограничения важны и до сих пор. Например, договор об ограничении систем противоракетной обороны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова